В Видновском перинатальном центре готовится к выписке жительница Домодедова Анна Корниенко и ее новорожденная дочка Ольга. До этого в Москве рожала. Я вам скажу, мне здесь даже больше понравилось. И палата, и доктор, и акушерка. Все вообще замечательно. Я довольна. Дома их ждут два старших сына Анны. 7-летний Сергей и 4-летний Алексей. Оля – третий ребенок в семье Корниенко. Долгожданная девочка. Поздравляем вас с рождением малыша. Разрешите вам вручить документики ваши. Прямо в палате перинатального центра сотрудники управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу передали Анне свидетельство о рождении, справку для получения федерального единовременного пособия, оформили губернаторскую денежную выплату, которую можно было выбрать вместо подарка, и полис УМС. Теперь Анна Корниенко – многодетная мама, поэтому сотрудники ЗАГС также сами направили заявление в пенсионный фонд. К вам в личный кабинет придет сообщение о том, что вы стали многодетной мамой, и вам можно будет подойти, оформить дальнейшие все книжечки и годы. Также мы направили заявление на получение ИНН в налоговую службу на получение СНИЛС. То есть к вам вся информация в течение 10 рабочих дней придет на личный кабинет. Колоссально удобно. Не надо бегать, не надо очередя, записи. По многодетным, я не знала даже, что будет уже по многодетному, тоже все здесь дадут и уже отправят туда, просто забрать и все. Не нужно будет идти, также в очереди сидеть. Как рассказала начальник управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу Ольга Калинина, получить необходимые документы прямо в перинатальном центре можно благодаря открывшемуся там второму отделу управления ЗАГС. На данный момент его специалисты оказывают молодым мамам 14 услуг, среди которых, помимо уже перечисленных, оформление СНИЛС, материнского капитала, нотариально заверенного перевода документов с других языков и даже постановка на очередь в детский сад. У нас новые услуги появились. Это одновременная регистрация с рождением установления отцовства, одновременная регистрация рождения с установлением отцовства и с заключением брака в один день. Выдача, самая новая услуга, это выдача повторных документов. С начала года в перинатальном центре уже выдано около трех тысяч свидетельств о рождении. Также в управлении ЗАГС нам рассказали, какие имена сейчас наиболее популярны. Девочек чаще всего называют София и Ева, мальчиков Александр, Михаил, Лев и Марк. Совсем недавно было зарегистрировано рождение мальчика. Мальчика назвали Аврелий. Также у нас встречаются мальчики с именами Эмильян, Аполлон. Вот очень интересное имя – Весемир. У девочек есть редкие имена – Мира, Ольга, Виолетта, Агафья, Амелия. Кстати, именно девочек в Ленинском городском округе за последние полгода родилось больше – примерно на 25%. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.